Много вопросов у горожан вызывает состояние фонтанного спуска к парку Пушкина. Его реконструкцией и обустройством займутся в следующем году. Уже разработана концепция. Проектировщики приступили к предпроектному анализу. Еще одна городская территория, требующая повышенного внимания, это площадь тысячелетия. Здесь одной заменой брусчатки не обойтись. Городское пространство ждет полная реконструкция. Было принято решение по капитальному ремонту данного объекта, который уже тоже радовал горожан более 10 лет, но по своей концепции уже устарел. Есть новые элементы развития, которые будут предложены. Сейчас у нас прошли переговоры с инвесторами, которые готовы нам оказать всяческое содействие. Также большое внимание на пресс-конференции уделили состоянию и ремонту дорог. В следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отреставрировать дорожное полотно по улицам Горького, Полевой, Садовой, Герцена, Полежаево, Мичурино, Пролетарской, а также на улице Красной в Луховке и дорогу в Танеевке. Волнует горожан и проблема общественного транспорта. Много жалоб и обращений в администрацию поступало на уменьшение количества автобусов и маршруток. Долгое ожидание транспорта вечером и работу отдельных маршрутов. Нарушения в первую очередь связаны с острым дефицитом водительского состава. Данная проблема у нас присутствует у всех перевозчиков. Мы рассчитываем, что в течение ближайшего месяца вопрос по работе общественного транспорта улучшится. У нас в ближайшее время планируется обновление подвижного состава, в связи с чем мы будем увеличивать количество выпускаемых единиц. Коснулись и темы благоустройства дворов и общественных территорий. В этом году в Саранске по проекту формирования комфортной городской среды отремонтировано семь дворов, а также открыто два сквера. Обновленный сквер подольских курсантов и построенный в этом году сквер защитников Донбасса. В 2023 году количество дворовых территорий, которые получат новый облик, вырастет до десяти. По три двора в Ленинском и Октябрьском районе и четыре в Пролетарском. А общественным пространством, которое обошло соперников голосований на благоустройство, стал бульвар Цаплина. В следующем году по согласованию с общественностью, как видит наша молодежь, как видят люди более взрослого возраста, будут все моменты эти по его виду, по его использованию будут согласованы. Ответил мэр Саранска и на острый вопрос о росте в городе количества безнадзорных животных. С наступлением холодов эта тема снова стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. По законам Российской Федерации, которые у нас создана специальная служба при муниципальном предприятии, спецсервис, которое их отлавливает в местах скопления, привозит в центр для бездомных животных. Там я уже объяснил, какие проходят мероприятия. По закону мы должны этих животных вернуть в место их обитания. К сожалению, больше никаких мер законных принять невозможно. Но мы держим этот вопрос на контроле. В случае большого скопления животного будем увеличивать приют. Конец года все ближе. И жителей Саранска интересует, будет ли в новогоднюю ночь праздничная программа и салют. Ответ администрации многих расстроит. Фейерверка не планируется. Однако разноцветными огнями город все-таки засияет. Правда, украсят его иллюминацией. Ирина Радайкина, Станислав Семин. Народные новости.